Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очень интересный велосипед. Это туринговый трек 920. Это немножко другой формат турингового велосипеда от того, ну, во всяком случае, к которому я привык ранее. Такого плана велосипеды я часто наблюдал у путешественников, на которых я подписывал в инстаграме. И в основном именно вот на таких велосипедах меня больше привлекал туринг, потому что эти люди путешествовали в каких-то дебрях, в пустынях, в труднопроходящих местах. Ну, и там действительно крутые фотографии и интересные случаи происходят. Честно признаться, вживую я такой велосипед вижу впервые. И очень интересно было, когда он собирался посмотреть на каждую деталь и вообще вникнуть в этот формат. И сегодня немножко об этом поговорим и более детально поговорим о том, как можно использовать такой туринговый вел. И, конечно же, о всех его характеристиках. Начнем с самого основного. Это рамы. Рама здесь алюминиевая. Ростов керамы такой возможный от 49 до 61 сантиметра. Мне очень нравится, ну, мало того, что исполнение цвета, хотя в прошлом году он был темно-зеленый. И, в принципе, он был более красивее. Но, тем не менее, этот цвет тоже томатовый такой песочный, можно его назвать. И здесь вот даже есть такие всякие картиночки. И здесь написано, что Adventure Science 1976. То есть, если у нас сейчас в стране эта тема только становится популярной, то в Америке и у трека, и в принципе, это в мире уже очень давно популярная тематика. Adventure на велосипеде, туринг и все, что с этим связано. Хотелось бы обратить внимание на то, что на раме есть крепление под флягу здесь, здесь, здесь и даже здесь. Также на ней есть крепление для крылышек здесь, здесь и, естественно, багажник, который здесь уже стоит. И два багажника, в принципе, идут в комплекте. Есть куча всяких интересных вот таких вот решений. Вроде как мелочь, но мне лично очень нравится. Также есть место под датчик каденса, который мы ранее видели на кроссрипе. Далее переходим к вилке. Как вы видите, здесь тоже есть крепление под багажник. Он уже здесь стоит. И помимо этого крепления есть еще место, куда можно дополнительный подфляжничек или мультитул присобачить. В общем, что угодно, что вам пригодится в путешествии. Также есть место для того, чтобы поставить сюда крылышки. Сама вилка рассчитана под полую ось. Здесь она стоит на 15 мм. Теперь переходим к колесам. Втулки и обода. Здесь Duster Elite Bond Rager. Обода эти уже Tubeless Ready. Они в меру широкие. И сейчас здесь стоит абсолютно нормально. Резина на 2.0. Втулки, естественно, на промах. Задняя втулочка вот так вот работает. Этот звук мне очень нравится. В целом, колеса Bond Rager. Втулки их, обода. Ну, вот у меня пока что вызывали только хорошее чувство. Я не видел ни разу, чтобы они как-то там сильно разваливались, разлетались. Ну, во всяком случае, на моем опыте такого не было. Хотелось бы заметить, что этот обод пистонированный. И, по правде говоря, я уже давно не видел пистонированных ободов. Но вот здесь почему-то они его решили таким сделать. По крышке стоят Bond Rager XR1 Comp. Как вы видите, они не рассчитаны сильно под асфальт. Если у вас очень много асфальта в ваших путешествиях и так далее. Не факт, что, в принципе, именно такой туринг нужен. Потому что именно этот формат велосипеда рассчитан под такой трейл-туринг. Или, как я сейчас дал, обозначение новое хэви-туринг. То есть, другими словами, если вы больше ездите именно по асфальту. И у вас пересеченка попадается процентов 20 из трипа. То, наверное, есть смысл брать что-то типа трека 520. Этот же велосипед больше рассчитан на то, что пересеченная местность, бездорожье у вас будет в соотношении 80% к 20 асфальтным. Тем не менее, конечно же, вы можете его сделать универсальными. Если вы едете в Trip, который будет содержать много именно ровных асфальтных дорог. Просто можно поменять покрышки такие, чтобы у них были вот этот протектор хотя бы посредине менее шипастый. От людей, которые занимаются турингом, я не часто слышал, чтобы они ставили себе бескамерку. Но я бы это сделал. Я рекомендую это делать. Так как, если у вас будет стоять бескамерка, любые мелкие колючки вы сможете сразу доставать. Оно будет все залатывать. Ну, а если будет крупный порез, то поставите уже свою запасную камеру, которую вы в любом случае так или иначе с собой таскаете. То есть, другими словами, всякие мелкие погрешности у вас будут сами лататься, сами заклеиваться и не будут вам мешать путешествовать. Но если происходит форс-мажор, в любом случае у вас что камера будет стоять, что не камера, вам придется ее поменять и запасную с собой возить нужно. Шифтеры здесь стоят с RAM S700. Повторителей никаких нету. Это и тормоз, и переключатель. Также здесь две перекидки. Передняя с RAM X5 и задняя с RAM X7 Type 2. Здесь написано GX, но это не тот же X-Eagle, с которым можно перепутать. Это нечто другое. Также есть важная штучка, такая как замочек. Который вы можете применять в том случае, когда вам надо снять колесо или снять цепь. Это очень удобная штука и, я думаю, не все обладатели перекидок с RAM понимают, зачем это нужно. Хоть, конечно, я являюсь поклонником одной передачи спереди и сзади кассеты большой, я еще не уверен до конца, что в туринге это правильное решение. Хотя многие туринги уже делают с такой фишечкой. Здесь же спереди стоит система с RAM S1000, с 42 звездой большой и с 28 поменьше. Сзади стоит кассета 1030 SRAM, 10-скоростная, с диапазоном 11-36 зубьев. Каретка здесь стоит картриджная, с выносными подшипниками и с полой осью. Это очень хорошо, потому что она легкая, жесткая. Подсидельный штырь здесь на 27,2 мм, оффсет 8 мм, вынос Bantrager Elite, 31,8 мм, ширина руля, подъем выноса 7 градусов и руль Bantrager Race VRC. Рулевая здесь стоит FSA на промподшипниках. Это очень приятный бонус и в принципе разные фишечки, типа вот этих вот штучек, которые Jaguar, FSA рулевая. И все это в принципе делает этот велосипед очень интересный. И объясняет, почему у него такая цена. А цена этого велосипеда розничная 2100 долларов. И изначально, когда мы его еще не собрали, я подумал, ну как-то дороговато для турингового Velo. А потом, когда мы начали уже вникать в каждую деталь, которая здесь стоит, я понимаю, чем они все это аргументировали. Производитель указывает, что вес этого велосипеда 12,410 кг, но скорее всего это речь идет о размере M. У нас же L и наши весы показали 12,580 кг, что в принципе небольшая разница. И как для велосипеда с двумя багажниками, мне кажется, это очень здорово. Также хочу сказать, что багажники, которые идут в комплекте с туринговым велосипедом, это бесценная штука. И я думаю, любой производитель должен был бы так делать. Потому что я уже не раз видел ситуацию, когда люди покупают себе велосипед для туринга, тем более если дорогой за пару тысяч долларов. А у него нету багажников или там не проклеенные под тюблесс-рэдди колеса и какие-то вот такие мелочи. Хотелось бы, конечно, чтобы на это обращали внимание производители. И трек уже начал на это обращать внимание. Единственное, что, как я и говорил уже раньше, очень не хватает, когда вы делаете колеса под бескамерки, давать не пиля в комплекте. Хорошо, когда они, конечно, уже проклеены, но вот не пилей не хватает. А оно мелочь. Это всего 10 долларов. Ну, к велосипеду за пару тысяч можно было бы их в комплект добавлять. Тормоза здесь стоят с REM-S700. Они полностью гидравлические. И на туринговом велосипеде я такое встречал не часто. То есть, частично, может быть, это и не сильно круто, потому что в каких-то там полевых условиях его будет сложно перепрокачать или починить или еще что-то. Но, с другой стороны, этот гидравлический тормоз в любых дебрях, при любых склонах, в любых горах сможет вас беспроблемно остановить. И я думаю, что для велосипеда такого формата это более важно. Благодаря этому велосипеду я немножко по-другому сейчас взглянул на туринг и понимаю, что он может быть абсолютно разный. И хотелось бы услышать от вас ваше мнение, в каком формате свою покатушку и свое путешествие вы видите на этом велосипеде. В моих глазах это какие-то горы, какие-то места, где вообще нет людей, где полная природа. Но при этом это длительный маршрут по этим горам. То есть, не так, как ты на подвесе приехал, в бэкпарк там где-то рядышком покатал, потому что с собой ничего взять не можешь. Здесь же я вижу длительный трип по дебрям куда-то в красивые места. Также хочу напомнить, что с 8 по 12 марта в Киеве будет проходить выставка Bike Expo. И там все эти велосипеды можно будет пощупать, увидеть вживую. И я рекомендую это сделать. Мы, конечно же, на этой выставке тоже будем присутствовать, поэтому приходите, рады будем всех увидеть и посмотреть на новинки 2019 года. Не забывайте о том, что в магазине ЯБайкер у вас есть промокод STANDSTEP, который дает вам скидку 7%. Его вы можете применить при заказе на сайте или сказать непосредственно здесь в магазине. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч! До новых встреч!